здравствуйте уважаемые дамы и господа рад с вами сегодня поговорить о таком удивительном и прекрасном явлении как жизнь как она возникла и что она собственно собой представляет начнем с того прошу прощения первое адекватное определение того что такое жизнь не философская более менее естественно научная было дано фридрихом энгельсом и он определил жизнь как способ существования белковых тел существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей внешней природой причем с прекращением этого обмена жизнь прекращается начинается смерть в дальнейшем определений жизни было очень много и все они в той или иной мере описывали перечень явлений связанных с живыми организмами дыхание метаболизм размножение самовоспроизводство и так далее и тому подобное но в всех их целом в процессе их редукции процессе их сокращения и упрощения данного определения в 2007 году комитет экспертный наса пришел к очень простому и короткому определению жизни как естественного природного явления жизнь эта химическая система способная к дарвиновской эволюции все теперь немного о том откуда эта чудесная система взялась взгляды на появление жизни условно можно подразделить на три основных части одна с одной из самых древних подходов это конечно же креационизм сотворение жизни высшим трансцендентным началом но мы его не будем рассматривать поскольку это не фальсифицируемая гипотеза другой подход так называемая панспермия это представление жизни как а неотъемлемой черте вселенной характерной для зарождающиеся где-то в неизвестных местах и разносящиеся по планетам заражающие планеты и развивающиеся на планетах мы тоже не будем рассматривать этот подход по своему очень интересен и романтичен но увы также не особо фальсифицируемого в самом случае с теми средствами которыми сейчас располагает наука и классический абиогенес учение о том что жизнь зародилась на нашей планете в определенных условиях в определенное время представление о том что живые организмы стасов способны возникать вокруг и вообще сама зарождаться они возникают процессе разглажения были характерны еще для древнегреческих еще для античных философов они предполагали что оставляя следы и лу можно породить появление сворачивания угрей и еще у них много было подобных интересных взглядов потом эти учения развивались и в средние века и даже был один экспериментатор который закрыл в деревянном шкафу зерна с грязными тряпками и через некоторое время там самозародились мыши он это назвал самозарождением поскольку выдающимся ученым своего времени но конечно правильнее было бы сказать что они там просто завелись немного позже франческо рэдди убедительно доказал что если не пускать гниющему мясу мух там ни в коем случае не самозародятся личинки мух это уже на многом говорила и в дальнейшем усилиями таких выдающихся умов как луи пастер ладзаро спаланцини было доказано что не макроорганизмы не микроорганизмы не способны самозарождаться хотя предполагалось что они могут самозарождаться еще даже в середине двадцатого века была такая коллега трофима лысенко как лепешинская вот она в правом верхнем углу которая еще в пятидесятых шестидесятых годах двадцатого века предполагала что из каких-то биологических жидкостей способны самособираться клетки сейчас мы абсолютно уверены в том что самопроизвольная сборка в современной среде полноценной живой клетки практически невозможно и доказано это было в цивилизованном мире еще луи пастером но люди продолжали работать над проблемой все-таки возникновения сложных органических веществ и жизни первым успехом первым ударом по витализму а витализм это представление о том что все живые организмы объединены каким-то таинственным мистическим живым началом и без этого живого начала не невозможен просто синтез крупных органических молекул фридрих веллер германии в первой половине еще 19 века успешно синтезировал первое органическое вещество путем неорганическое из неорганических предпредшественников совершил первый органический синтез создал мочевину в дальнейшем было синтезировано много органических веществ сейчас органическая химия это не нужно объяснять насколько это прогрессивное развитие человечества и науки в двадцатые годы двадцатого века выдающийся советский ученый опарин сформулировал предположение что он в условиях древней земли могли самозарождаться и начинать эволюционировать развиваться первые пребиотические системы и его предположение интересно было проверено в условиях аппарата мюллера прошу прощения стены миллера миллер воспроизвел как ему казалось по тем временам довольно адекватно газовый состав атмосферы древней земли которая по его мнению состояла из аммиака водорода и метана преимущественно потом установили что это не так но так или иначе в этом аппарате удалось получить первые аминокислоты и даже азотистые основания которые входят в состав живых организмов причем как очень-очень важные них элементы но с дальнейшим изучением жизни как таковой открылись очень много сложных проблем с зарождением жизни во первых оказалось что важнейшие информационные молекулы все днк и все молекулы рнк содержат в своем составе сахара именно право который право в правую сторону поворачивает поляризацию света а белки содержат исключительно до аминокислоты что это за суть что это заявление право вращающие лево вращающие аминокислоты и сахара химически эти молекулы практически идентичны но они похожи друг на друга как отражение в зеркале либо как две руки и правая и левая по отличить их можно только по некоторым физическим параметрам по кристаллообразованию и по влиянию на поляризованный свет разделите химически опять-таки повторяю невозможно все белки и аминокислоты хирально чистые то есть содержат только одного типа изомер данного вещества абиогенным синтезом существует образуется так называемая рацемическая смесь смесь в равных пропорциях л и да и замера право вращающих и лево вращающих это до поры до времени было колоссальной проблемой но сейчас уже есть много вариантов которые предполагают ее обход во всем случае вероятность сборки даже из на имеющихся в наличии молекул нуклеотидов кирпичиков информационных молекул вероятность сборки осмысленной последовательности настолько мало что различные оппоненты абиогенеза предлагали такие аналогии как что если пронесется ураган над свалкой металлолома то такая же вероятность возникнуть жизни как как потому что вследствие действия этого урагана будет случайно собран боинг готовый к перевозке людей но есть много подобных аналогий но мы в дальнейшем рассмотрим почему они некомпетентны и наконец законы термодинамики гласят а именно второй закон термодинамики гласит о том что энтропия закрытой системы не убывает и развитие в принципе усложнение невозможно но тоже как оказалось просто просто кое чего не учли те исследователи которые пытались применить непосредственно к изучению жизни классические физические и химические и статистические подходы жизнь вполне возможно окружает нас со всех сторон более того мы являемся ее представителями поэтому должно быть что то что смогло бы ее объяснить и уже в во второй половине двадцатого века в физике как раз таки в термодинамике появился подход рассматривающий так называемые неравновесные состояния именно это ситуации когда доступен довольно большой поток энергии и в таких ситуациях когда к системе подводится довольно большой поток энергии системы становятся способными к самоусложнению в них спонтанно возникает сложности это уже является не противоречием классической термодинамики при определенном взгляде вполне адекватными приемлемым процессом известные такие подобные в природе процессы это так называемые ячейки бинара если нагревать жидкость вязкую например масло на сковороде равномерно подводя тепло либо от электрической плитки либо равномерно распределяя огонь через некоторое время хаотическое движение молекул масла или любой другой вязкой жидкости организуется в целостные аккуратные шестиугольные ячейки бинара где потоки теплого вещества будут проходить в центре по краям будут опускаться молекулы вниз вся система 1 практически одномоментно самоорганизуется пройдет в порядочное состояние то есть принципе в условиях неравноместных неравновесных вполне возможно возникновение самоорганизующихся сложных систем но для того чтобы эти системы дальше развивались на не должны изначально иметь какую-то определенную довольно большую довольно большой допуск довольно большую сложность опять-таки вовсе не биолог и не физики не химик один из основоположников кибернетики джон фан нейман исследуя такое явление как самовоспроизводящиеся автоматы установил чисто теоретически так называемый порог который назвали его именем способность к самовоспроизведению зависит от сложности организации сложность какие структура организма ниже определенного минимального уровня будет враждаться с воспроизведением выше этого порога возможно к самоусложнению и наконец еще одно принципиальное условие для самоусложнения это наличие в системе естественного отбора точнее как бы если систему достаточно сложную если есть приток энергии достаточно сложной системе в ней самопроизвольно будет возникать естественный отбор опять-таки в том случае если там будет еще несколько интересных условий то есть в нем будут существовать в этой системе самовоспроизводящиеся единицы которые способны копировать создавать свои копии причем создавать свои копии обязательно с ошибками причем эти ошибки будут обязательно наследоваться и влияние этих ошибок на дальнейшее копирование будет реализовываться в том что некоторые ошибки будут копироваться более успешно вот это собственно и вся суть естественно отбора и появление в системе естественно отбора это все что необходимо и достаточно для дальнейшего успешного прогресса данной системы выдаю прошу прощения выдающийся исследователь 20 века не что-то пошел обратно манфред эйген искал хотя бы теоретически или лучшие химические подобные системы самовоспроизводящиеся и установил что так называемый каталитический гиперцикл эта система реакций которые катализируют друг друга продукты которых являются катализаторами для других и вот это их последовательности вот этих продуктов и интермедиатов они образуют замкнутую систему и вот такая замкнутая система на собственно уже свободно уже способна в некоторой в некотором роде сам воспроизводиться дальше взгляды о том что из определенного набора путем случайного перебора должно сразу собраться что-то сложное типа живой клетки абсолютно не обстоятельно и неадекватно на самом деле жизни в процессе своего развития от первых химических веществ органических и до первых клеток прошла очень сложный путь усложнения и на этом пути было очень много кризисов катастроф распадов промежуточных систем и через последовательность этих промежуточных систем которые здесь названы только некоторые предполагаемые варианты от простых химических веществ до полимеров потом самовоспроизводящиеся полимеры потом упомянутый гиперцикл потом неизвестный и плохо представляемые людьми даже учеными людьми пробионт и потом только бактерии это опять таки это чисто теоретическая приблизительная схема как выглядел этот пробионт мы пока не знаем хотя есть уже некоторые соображения благодарю за внимание буду рад услышать ваши вопросы добрый день я не с самого початку слухал но я зрозумел что сами по себе клетины то живи организмы навряд ли могли твориться там с молекул сразу клетка точно никак вот а вот зараз мы знаючи ну как уже что складается клетина можемо створить и сами и наскільки долго цей процесс и из фрагментов уже можем але на жаль з нуля з простых химических речовин поки що це неможливо є версія що для того щоб повністю створити деново із неорганіки повноцінні живі організми потрібна колба або апарат стенлі миллера розміром з планету уже было створено клетине з фрагментів геномів інших клетин це було здійснено але це не синтез живого из неживого це збірка це скорее напоминает зборку чудовища франкенштейна скорее так да еще вопрос насчет печати на принтерах органов человека из чего это все делается из клеток клетки берут из донора и либо это могут быть очень модно популярно но это очень дискуссионный вопрос мезонхемальные стволовые клетки из зародышевого материала либо из плаценты либо из пуповины и эти клетки наращивают размножают в условиях лаборатории клеточных культур и заряжают этими клетками эти принтеры которые либо другой подход создается каркас который потом заселяется клетками печатью в полном смысле слова это конечно нельзя назвать в принципе что такие структуры да действительно создаются мое видение пробионта и че у ци складу організованной системы які могли дать початок життю ну неорганические молекулы в силу своей простоты и отсутствие в них полимерной структуры не способны к самовоспроизведению обычно они формируют структуры вроде кристаллов но кристаллы в полном смысле этого слова не способны запоминать и воспроизводить информацию поэтому пока что из типов жизни наиболее понятных нам мы можем рассматривать только типы жизни связанные с полимерами с полимерами в которых определенным образом чередуются мономеры и собственно они несут информацию и воспроизводятся с ошибками и подвержены отбору что касается пробионта можете вы еще раз уточнить что собственно вы хотели узнать о пробионте двух словах я только недавно целую книгу очень интересно об этом прочитал в двадцатом веке некий карл везе выдающийся микробиолог изучал происхождение бактерий родственные связи между бактериями и пришел к интересным выводам он вообще открыл такое такую интересную группу как археи и выяснил что мы как какая у кариоты гораздо довольно близки к этим археям и но не в том суть карл везе много интересного сделал а суть в том что он предполагал система живая которая была период существования пробионта тот далекий период она объединяла в себе одновременно различные уровни организации жизни то есть это не был отдельный организм это не была отдельная клетка это было скажем так уже живое вполне живое существо которое объединяло в себе одновременно черты и клетки и организма и даже экосистемы если я правильно если понятно изъяснился буду очень рад но вообще это очень интересный вопрос который требует отдельного длительного разбирать лесу карла везе или от туманности к клетке 2016 год издание самые свежие данные очень интересные определенно это ферменты ферменты их интермедиаты это самые понятные нам гиперциклы и конечно вы обозначение звучало досить досить умовно правильнее было бы сказать что гиперцикл это система яка иснует на каталізе как минимум другого порядка каталіз другого порядка это уже система из каталитических циклов где на каждом наступном наступном этапе каждый промежный продукт я каталюзатором для наступной реакции власне если окремо рассматривать певные процессы которые происходят в живой клетине их уже можно рассматривать как гиперциклы власне синтез билка оттворения днк это по-своему есть свои автокаталитические циклы продукты одних а я абсолютно необходимыми для других на певных этапах в днк у нас записано материал для информации для побудования билки в какие потребности для оттворения данной днк спасибо